ДАВЛЕНИЕ В ПРИРОДЕ Вам уже известно, что результат действия силы зависит не только от точки приложения силы, ее направления и числового значения самой силы, но и от площади поверхности, на которую действует сила. В практическом применении, в зависимости от того, хотят увеличить или уменьшить давление, соответственно увеличивают или уменьшают площадь опоры. Такую величину, как давление, необходимо учитывать в машиностроении, в транспортной логистике, в архитектуре. Уменьшить силу давления бывает сложно, так как для этого необходимо уменьшить массу изделия. Это возможно сделать, применяя более легкие материалы. Однако зачастую такие материалы хрупкие или дорогие. Поэтому проще всего использовать увеличение площади. Добиваются этого разными способами. В машиностроении применяют гусеницы на колесах, увеличивают диаметр шин, используют двойные колеса. Гусеницы в разы уменьшают давление. Проходимость при этом значительно повышается, однако верхние слои почвы сильно повреждаются. Например, при освоении севера гусеничными тракторами были повреждены огромные участки мха ягеля, который является основным источником пищи оленей, что привело к уменьшению их численности. Важен учет давления и в архитектуре, строительстве. Для его уменьшения расширяют нижнюю часть архитектурных сооружений, например, памятников. Возводят фундамент, который намного шире стен самого здания. Это пример уменьшения давления путем увеличения площади. В древние времена при строительстве возводили полые колонны. Они достаточно прочны для того, чтобы выдержать вес крыши, но значительно легче сплошных, а значит и создаваемое давление также будет меньше. С другой стороны, при малой площади поверхности можно небольшой силой создать большое давление. Если вам необходимо разрезать, разделить, проколоть, то использовать, конечно, целесообразнее острые предметы, то есть с малой площадью опоры. Нож, вилка, игла, шило, шприц – это лишь малая часть примеров, когда необходимо создать высокое давление. В животном мире также найдется немало подобных примеров. Верблюд, двигаясь по песку, волк, двигаясь по снегу, не проваливаются, так как конечности животных имеют широкие подошвы. Тонкое жало осы, острые когти и зубы хищников без труда прокалывают кожу. Большое давление на поверхность создается за счет малой площади опоры. Давайте рассмотрим примеры уменьшения и увеличения давления. Шасси самолета, кнопки, шайбы на гайке, клюв птицы, шпалы под рельсами, топор, плоскогубцы, шипы розы, лапы амурского тигра, кусачки. Объясните назначение наперстка, одеваемого на палец при шитье. Наперсток уменьшает давление, которое оказывает игла при шитье, распределяя силу на большую площадь. Интересно знать, что высокое давление также используется при производстве алмазов. Одним из способов выращивания искусственных синтетических алмазов является нагревание углерода до температуры 2500 градусов Цельсия и создание давления более 100 мегапаскалей. Продолжение следует...